Еще недавно эта территория была почти заброшенной. Сегодня здесь работает техника. К концу года на улице Ташкентской, рядом с домом номер 184, должен появиться новый детский сад. Он сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Территорию уже расчистили для строительства, установили ограждения для стройки. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. В частности, отдельные подъездные пути к стройплощадке, о которых просили жители соседних домов. В этом году мы делаем проезд с водными руками. Они пока работают по строительной дороге, потом ее приводим в такой же надвижающий вид, и получается две параллельные дороги с разворотной площадкой. Двухэтажное здание, которое возводят по типовому проекту, должно быть готово до конца этого года, а после завершения строительства благоустроят и прилегающую территорию. Кипит работа и в Октябрьском районе Самары. На пятой просеке возводят второй корпус общеобразовательной школы на 850 мест. Здесь же будет и дошкольное учреждение. По проекту здание состоит из пяти блоков. Один из корпусов уже готовим под заливку плиту перекрытия уже третьего этажа практически. То есть выходим по одному углу уже там ближе к финишной прямой по строительству конструктива. По другим блокам, по всем блокам уже вышли с нуля, где-то там стены первого этажа, где-то перекрытие первого этажа делается. Объект объемный, работа ведется. Идет строительство дошкольного учреждения и на улице Подшипниковой. Раньше здесь был ведомственный садик от Минобороны. Старое здание снесли, новое возводят с нуля. Нас немного держало ранее грунтовые воды, которые поступали в котлован. На сегодня причина их выяснена и устранена. Больше поступления воды техногенной у нас нет, поэтому здесь в полный объем вышли на строительство. Уже по одному блоку этого объекта мы выходим на завершение стен второго этажа. И вот там, где было небольшое отставание, уже также выходим на перекрытие первого этажа. Этот детский сад будет рассчитан на 112 мест, 20 из которых ясельные. Дошкольные учреждения тоже должны ввести в эксплуатацию до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Епифанов. События.